Срок действия водительских удостоверений продлят на три года. Об этом накануне заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Инициатором продления выступила МВД России совместно с Минэкономразвития страны. Автоматически будет происходить продление прав, срок действия которых истекает в период с января 2022 по декабрь 2023 года. Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действия российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет. На год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения. Изменение коснется и других разрешительных документов, диагностических карт для транспорта по перевозке опасного груза, отдельных санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельств о госрегистрации племенных стад. Таким образом, правительство намерено снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации и свести до минимума издержки, связанные с прохождением процедур. Это хорошо. Лишний раз дергать не будет, штрафовать не будет. Водительские права я два года назад поменял. Сложно, честно сказать, одно это. У нас в Каспийске раньше был этот, как называется? Мрео. Мрео. Сейчас уже нету. Из-за этого приходите или в Махачкало поехать, или из Вербаш поехать. Справку пока делаешь медицинскую, вот это тоже много времени отнимать. Набир Амазанов почти 40 лет работает водителем маршрутного такси. Новость о продлении срока действия прав он воспринял позитивно. Однако, по мнению Каспийчанина, есть в процедуре продления и другие моменты, достойные внимания у полномоченных лиц. Вот когда меняют права, там они действительно сколько лет стажи не зачисляют. Примерно я в 83-м году закончил автошколу, я до сих пор работаю водителем. А у меня на правах отмечено всего 10 лет. Вот это несправедливо. Они говорят, принесите там, говорят, что вы закончили, в каком году это свидетельство, экзаменационное, карточка, вот это принеси, говорят. Примерно этого человека не сохранилось, а как можно это...